МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой сегодня прекрасный день! И сбылась мечта моего детства, я наконец-то залез на паровоз. Даже забыл, где мы находимся вообще. В Осиповичах мы находимся, Павел. И начало этому городу положило именно строительство железной дороги. Сейчас это крупный районный центр. Ну что ж, узнаем, будет ли этот день счастливый для участников проекта «Поющие города». А пока пошли посмотрим, как там уголь, машинист и все такое. Машинист! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня с Осиповичами связывает очень долгая дружба концертная. Так. Поскольку я являюсь, в общем-то, солисткой в Могилевской областной филармонии, знаете, сколько у меня было в Могилевской области концертов? Да для меня любой город Могилевской области родной. Ольга Ковалева к кастингу подготовилась на все сто. Пришла не одна, а с инструментальным ансамблем. Поэтому смело поет первой. Когда простым и нежным взором ласкаешь ты, меня, мой друг. Ой, дуря моя, синевучая твоя, я к тебе не упасу. Олег и Александр выступили за Дором. Но, увы, возглавляющая жюри Искуи Абалян не оценила старания дуэта. У нас-то конкурс все-таки эстрадный. Вот, понимаете, я должна выбрать сегодня здесь людей, которые будут петь мои песни. А, да? Вы представляете, шок? Какой у меня сейчас шок! Ха-ха-ха-ха! Культурный! Я тебя целовал у ночного огня. Артём обычный печник, но стоило ему только представиться, как члены жюри сразу же оживились и проявили интерес. Лёля Артём. А Лёля это что, фамилия? Да, это фамилия. Класс. Классная фамилия. Пением вы сразили жюри? Или только фамилией? Я не знаю. Пение моё сражает либо меня, либо кого-то в других. Я не стараюсь для кого-то, я стараюсь сам для себя. Ольге пришлось не просто петь, а пройти настоящий экзамен. Вот уж поистине через тернии к звёздам. Мне интересно, вот насколько у вас вы быстро хватаете музыкальной фразы. Танцы бойцовых рыбак, танцы бойцовых рыбак. Ага, понятно. Хорошо, спасибо. Александр вложил в исполнение все чувства. И никак не ожидал именно такой оценки от Надежды Бука, журналиста телеканала СТВ. Браво, спасибо большое. Мне очень понравилось. У вас есть эмоции. Вы прочувствовали эту песню. Павел приехал на кастинг из города Кличев. И не зря. Сама Искуя Баян оценила и даже похвалила. Ты прекрасно понимал, о чём ты пел. Для артиста, когда человек понимает, что он делает на сцене, о чём он поёт и кому он поёт. Молодец. Искуя очень редко говорит комплименты. Как вам это удалось? Я не знаю. Я просто пел песню, которая очень соответствует моему внутреннему состоянию сегодняшнему. И поэтому так всё случилось. Вот что-нибудь из Ширкуновой нам, пожалуйста, изобрази из репертуара Анечки. Анна лёгких путей в жизни не ищет. На кастинг пришла без фонограммы. О своём таланте заявляет о капельном. Давай, 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 давай. Сердце красавицы любит без памяти и ждёт. И снова одна скучает. Жюри сильно мучили? Нет. Не сильно, но они пытались меня расшевелить. И спасибо им за это. Они просто отводили меня от того волнения, которое присутствовало. Угадай мелодию весны, в ломких нафтах утренней капели. Проси мою душу, запреты все нарушив. Помни и не забывай, буду ждать свою целую вечность. Все поющие, только грустно поющие. Ну, все думающие, что поющие. Нет, у людей душа-то поёт, а вот реально вот людей, с которыми можно работать, с которыми что-то делать, их на самом деле, ну, пока намёк на двоих. Ну, это хорошая статистика, будем ожидать дальнейшего развития. Я говорю, жёстко, как человек, который, ну, в какое-то время на сцене. Нет, лучше правду, только правду. Ксения приехала из Могилёва. Возможно, эта любовь к творчеству Искуи Абалян её привела в Осиповичи. Но, может быть, и шанс дважды поучаствовать в нашем кастинге. Карты раскрывать девушка не стала, просто спела. Как оцениваете свои выступления? Ну, могла бы, наверное, лучше чуть-чуть, но, в принципе, наверное, нормально. А жюри? Строгая? Нет, очень некомфортная обстановка. Дайте мне быстрое что-нибудь, я хочу посмотреть. Песня «Show me love» Тины Карл стала настоящим хитом на кастинге нашего проекта. Её поют в каждом городе. Руслану 15 лет. По условиям проекта он не может пройти в следующий тур. Но заявить о себе на будущее почему бы и нет? В небе загорится новая звезда. Шибко скромный ты, Руслан. Скромность хорошо в жизни, а на сцене надо немножко, понимаешь, о чём я? Красивый, молодой. Ну, почему такой боязливый? Ну, чувствуется, мог же больше, да? Конечно, мог, но просто в первый раз такой конкурс у нас в городе. И как-то вот... Есть два мальчика и две девочки. Вот это, конечно, а-ля солистка. Осталось за малым. Вынести вердикт жюри. Вот и отгремел отборочный тур проекта «Поющие города» в Осиповичах. Зрители уже ушли домой. Участники отволновались, ожидают результата. Нам тоже пора ехать в следующий город. Но перед этим нужно забрать, вывести из эмоционального ступора Татьяну. Танюша, что произошло? Почему ты здесь сидишь одна? Столько было лирических песен. Плакала? Плакала. Вспоминаю свою первую любовь, свои свидания. И мне так хорошо сейчас. Ну что ж, по крайней мере, одного человека мы осчастливили. Что будет дальше? Смотрите на телеканале СТВ.